Приветствую вас, ну вот, знаете, сама постановка вопроса, виноваты ли вы, как из той песни, виновата ли я, виновата ли я, да. Сама постановка вопроса, она свидетельствует о том, что у вас, собственно, действительно депрессивное состояние, потому что при депрессивном состоянии всегда есть место обвинения. Вот, человек обвиняет себя, человек считает себя виноватым, и виноваты, в общем-то, практически во всём, просто во всём. Нет, 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 Полин, нет. Вы не виноваты. Вам это не поможет, конечно, скорее всего, но вы не виноваты. Вы ответственны за то, что с вами происходит. Вы ответственны за то состояние, которое сейчас в вас. Вы за него ответственны. Вы ответственны. Вы не виноваты за него, вы не виноваты за то, что он так себя чувствует. Вы не виноваты, но вы ответственны. Вы ответственны за то, что вы ответственны за то, что вы сами своими действиями ввергли себя в такое состояние. Вы сами, своими действиями, благодаря своим действиям, оказались в таком состоянии. И ответственны за это, конечно, больше, чем один человек. Но в любом случае, в любом случае, вы ответственны за то, что вы в этом состоянии казались. Вообще говоря, нет ощущения, что вы как-то вот уверены, строго уверены в том, что у вас депрессия. Ну, хотя бы потому, что при депрессии ставится диагноз, при депрессии назначается лечение, а у вас, вот, по ощущениям, никакого диагноза нет. Если диагноза нет, то это депрессивное состояние, характеризующиеся подавленностью общей, характеризующиеся отсутствием своих желаний, в общем, своих потребностей, в общем. И, собственно, вот этим самым, то бишь, обвинением, обвинением себя в том, что вы делали, и в том, чего вы не делали. Собственно говоря, депрессивное состояние, оно характеризуется именно тем, именно тем, что у человека пропадают какие-либо желания. Человека подавляет, не побоюсь этого слова, человек подавляет его чувства долга, его обязательственность, то есть, ощущение, что я должен, ощущение, что мне надо. Короче говоря, такие вот малоприятные вещи. И с этим, конечно, можно и нужно работать. Вопрос заключается только в том, хочется ли вам это делать. Вопрос. Вопрос заключается только в том, хотите ли вы в этом направлении двигаться. Хотите ли вы раскрывать свои потребности, раскрывать свои желания. Если хотите, то помочь вам. Можно и нуль. ответил. Ну, вот, если, нет, если вы просто решили, вот просто решили, что у меня, например, А, такое вот состояние, значит, депрессивное, и всё. И делать я ничего не буду. В таком случае, помочь я, боюсь, помочь вам будет, например. Потому что вы находитесь в состоянии жертвы сейчас, и вы отказываетесь признать свою ответственность. А вина, повторюсь, вина это не ответственность, вина это совершенно другое, вина это подавление себя, вина это обесценивание себя, вот. Ну, вы, в общем-то, ничего хорошего таким образом добиться не сможете. Вот я и предлагаю вам подумать, от чего же вы хотите. Что же вам нужно? От нас, от психологов. Для чего вы обратились к нам? Да, ведь вряд ли вам поможет просто фраза, фраза, фраза о том, что вы не виноваты. Уж, коль вы себя виноватой считаете, то я так подозреваю, что и будете считать. И от того, что мы вам скажем, что нет, это не правда, вы не виноваты, чувство вины уйдет вряд ли. Точнее, не уйдет совсем, но вам можно помочь избавиться от него, освободиться, точнее, от него. Для этого нужно с вами поработать. Этого нужно как-то вот, знаете, преследовать всю ту историю, которую вы пережили. И, вероятно, именно тогда мы сможем что-то для вас сделать. Если у вас есть подозрение, что вы находитесь в депрессии, такое тоже может быть. То я рекомендую вам обратиться к врачу. Например, врачу, например, психотерапевту, врачу, например, психиатру. Я рекомендую вам обратиться к этим людям для того, чтобы вам помогли. То вам поставили диагноз, если он имеет место быть. Я имею ввиду диагноз. Чтобы вам пояснили, что с вами, если у вас депрессия, либо нет у вас депрессии. И если депрессия есть, то помощь, например, помощь психотерапевтическая помощь, ждать себя не заставит. Ну, естественно, там нужно будет решить некоторые вопросы, но не заставит. Такая вот история. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, вы можете выбрать любого из экспертов и задать им свои вопросы. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.